Боже Святой, я прошу о том, чтобы Ты помог нам иметь сердце открытое к Слову Твоему. Господь, мы сейчас просим, говори к нам, Святой Дух, Бог Израилев, говори к нашему сердцу. Преображай нас, Боже, какие-то вещи, о которых мы знали, Боже, помоги нам увидеть по-новому, Боже. Мы здесь, потому что мы хотим к Тебе приблизиться. Приблизь нас, приблизь нас. Дух Святой, мы просим о том, чтобы Ты, как Бог, двигался, чтобы Ты касался сейчас каждого человека, кто, Боже, нуждается в духовном обновлении, кто нуждается во внутреннем перерождении, внутреннем, таком, Боже, сильном Божьем перерождении, внутренней жизни, Господь. Дух Святой, я молюсь о том, чтобы Ты говорил, я молюсь о том, чтобы Ты как-то давал вспоминать Писание, ободрял каждого человека. И, Святой Израилев, мы просим о том, чтобы Ты прикасался к тем людям, которые имеют физические нужды в исцелении, Господь. Ты знаешь, что наши тела изнашиваются, и мы нуждаемся в жизни, Господь. Бог во имя Ишуа Мессии, я прошу о том, чтобы сила исцеления сейчас прикасалась к тем людям, которым это необходимо. Мы верим, Бог, что Ты больше, чем тот, кто в мире. Мы верим, что Ты больше болезней, больше всяких проклятий, и Ты сильнее любой твердыни. Ты сильный Бог. Ты тот, который разрушает планы врага против нас. Ты тот, который разрушает власть тьмы в нашей жизни. Твоя истина, Божия, дает свободу. Твоя истина дает свободу, Отец. И мы сейчас направляем свое сердце к этой свободе. Мы направляем свой разум к этой свободе. Мы направляем себя к тому, чтобы, Господь, приносить плод к тому, чтобы, Божие, отражать Тебя в своей жизни. Благодарим Тебя, Святой Израилев. Во имя Шуа Мессии. Аминь. Аминь. Аллилуйя, друзья. Общаясь на этой неделе с нашими молитвенниками, вы знаете, у нас есть такое видение. Мы хотели бы очень так радикально, можно так сказать, перестроить или углубить наше молитвенное служение. Мы хотели бы, чтобы нас, как общину, знали, как тех, кто молится. Аминь. Чтобы по средам, чтобы перед служениями, чтобы в течение всей недели, знаете, как бы стояла очередь за микрофоном. Вот просто, чтобы это было не по принуждению какому-то, а было по внутреннему такому сильному мотивационному желанию, знаете. Поэтому, если Бог вас влечет в это служение, если Бог, вы понимаете, что, может, вы не знаете ничего о молитве, и вы хотели бы научиться. Я верю, что Бог будет давать нам мудрости и понимание. И мы встречались, общались, и как-то там зашел такой вот вопрос о том, кто как молится. Хотя у меня сегодня проповедь не о молитве, но тем не менее. И некоторое время я начал более внимательно наблюдать за тем, как мы молимся. И я заметил интересный момент о том, что оказывается, не только в нашей общине, вообще взагали, в церквях я слышал разные проповеди. Очень часто люди молятся каким-то таким необычным образом, что вообще непонятно, о чем они молятся. Видели такое? Слышали, да? Господи Боже мой, Боже, мы, короче, благословляем Тебя, и потом еще своего Духа пошли там, и пускай этот Дух... И знаете, вот ты вот когда слушаешь вот так, вроде все правильно, но с другой стороны, Дух Святого в этой молитве, это не Бог. Дух, это некая сила, некое такое, знаете, иногда чуть ли не как фарт какой-то, который должен прийти. Вот знаете, вот если правильно Дух Святой активизировать, вот какую-то радиоволну или какие-то, то вот что-то будет происходить. Понимаете, да? И много таких подобных вещей, когда люди взрывают небеса, тоже вот, ну, да будут взорваны небеса. Я реально не мог себе это представить. Ну, то есть по Писанию это вообще не проходит, или там такие пророчества, типа, и ты пойдешь туда, куда боятся ходить ангелы. Куда боятся ходить ангелы? Что это такое? Но все звучит, знаете, так, с пеной у рта, и с такой просто вот как бы... Ух, и по идее небеса реально взрываются от таких молитв. Да. От теологического подхода к этим всем вещам. И я понимаю, что это просто либо, ну, либо детство, вот просто детство, либо невежество в изучении Писания. Хотя часто люди, которые так молятся, они изучают Писание. Библия подчеркнута, все как нужно. Но почему-то мы вот включаем в себя такого верующего, и мы не думаем о том, что мы говорим. Друзья, обращаясь к Богу, обращаясь к Богу, мы показываем его не совсем таким, какой он есть в Писании. И я верю, что нам нужно учиться этим вещам, разбираться в этих вещах. Потому что если мы верим в неправильные вещи, мы начинаем прилагать силы в том, чтобы достигать эти неправильные вещи. А, соответственно, нет результата. Понимаете, да? И, ну, реально нужно понимать, как процесс устроен. Буквально вчера моему малому в это самое, в садике кровь у них брали. Ну, и их предупредили с пальца, обычную кровь с пальца, там приходила с поликлиники медсестра, все как положено. И их предупредили за три дня о том, что процесс будет. Весь садик в ужасе. Да, вы понимаете, да? То есть все обсуждали, сколько пальцев будет проткнано, сколько литров крови уйдет там. И все, короче говоря, реально боялись. Просто ужас, как какие-то пытки. Я ему говорю, послушай меня. Причем все серьезно. Я его ободряю, все говорю, послушай, я тебе открою тайну, секрет. Если ты пойдешь первый, не будет больно. А он говорит, в смысле? И я смотрю, что мысль ему нравится. Да. Я говорю, а вот ты знаешь, как будет? Говорю, ты заходишь, ты должен, говорю, послушай, ты должен, послушай меня, ты должен зайти первый и сказать, нате, колите типа. И дети все должны быть там, ну сзади. Говорю, когда ты выйдешь, ты увидишь, что они будут плакать громче, что им будет больно. Идея в чем, смотрите, что когда ты стоишь в длинной очереди, а все там орут, вот этот страх, он усиливает боль. Ты становишься, ты просто ужасно. Когда ты заходишь первый, по идее, ты выйдешь, тебе уже перестанет болеть, они еще будут плакать. И по сравнению с ними тебе будет легче. Но он поверил в это. Хотя я понимаю, что это просто такая, знаете, провокация с моей стороны, чтобы ободрить его, но он поверил. Он реально прилагал усилия, чтобы попасть первым, попал шестым. Было немножко больно, колени дрожали. Но он как бы тоже, то, что это он был шестой, его вера, она давала ему, что могло быть хуже. Да, что последнему было хуже всех. Итак, вера, вы видите, в такие вещи, в то, как сдать кровь. А разве нет, скажите, мы не такие, мы взрослые, и то же самое. К зубному в последнюю очередь, на экзамен в последнюю очередь. А что поменяется? Пошел, сдал, все, все там еще боятся, а ты уже не боишься. Закончился весь процесс веры, очень важный момент. Но можно и ошибиться, можно поверить в такие вещи, которые на самом деле не очень. Поэтому мы должны разбираться в вере. И вы знаете, тема, о которой, вот мы тоже разговаривали с молитвенниками, мы коснулись одной темы, связанной, которая часто говорится вообще во время молитвы. Это вопрос, посвященный крови, тоже сдача крови. Вот вообще вопрос крови. И вы знаете, что кровь Христа в наших молитвах, она тоже используется достаточно часто. В жизни есть целые книги, кровь Христа, там, как применять кровь Христа на базаре, как там то-то-то. Ну, чего вы смеетесь? Это современное христианство. И когда мы начали об этом больше говорить, они говорят, слушайте, надо об этом реально поучить, потому что есть определенные моменты. И я считаю, что это важно. Когда мы говорим вообще о крови в Библии, вот просто мы берем, да, вот мы, люди, не ходим ни в какую там особо церковь, вот мы просто люди взяли Библию, и мы решили узнать, что же там говорится о крови вообще на слуху есть. Первое, что мы можем обнаружить, что Бог вообще к крови относится очень серьезно. Ну, очень серьезно. Вот так вот буквально ты начинаешь книгу Бытия с там первые главы читать, и ты видишь, что вообще не все так просто. Запрещено было кушать кровь в любом виде, под любым предлогом. Вообще. Причем, это запрещение, или запрет этот распространялся как на верующих, так и на неверующих. Если мы посмотрим тот завет, который Бог заключил с Ноем, то Бог говорит ему следующее, после потопа, когда все вышли из Ковчега, все умерли и так далее, и так далее, и Бог говорит, в это Бытие 9, 3, 4, «Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травяную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью не ешьте». Ко всем обращено слово. Ко всем. Нельзя кровянку, нельзя какие-то вариации на тему и так далее, и так далее. Он говорит, все вы должны видеть и понимать эти вещи. И позже, когда народ израильский уже был как народ, когда они уже образовались, когда им дали законы, Бог им напоминает об этом. Он обращается и говорит в Левит, 3 главе, 17 стихе, «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука, он же жир, и никакой крови не ешьте». Говорит, не ешьте, я вам напоминаю это. То есть, если говорится о том, что, ну вот, верующий народ появился, да, то мы знаем, что это постановление еще было до закона, до того, как Ветхий Завет, Новый Завет появился, или какие-либо заветы, Бог говорит, нельзя. И потом во второзаконии он повторяет, в второзаконии 12, 23, 25, «Только строго наблюдаешь, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду, не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа». Выливай. И мы знаем, что в еврейском обществе были специальные люди, шохеты, они должны были правильно зарезать курочку, барашка, ягненка, то есть именно таким образом, чтобы ни капельки крови не осталось. То есть специально от отца к сыну, это люди были обучены, то есть тебе надо было, ты приводил, и он готовил таким образом, чтобы эту заповедь, это постановление от Бога, исполнить правильно и внимательно. И вообще, если говорить о еврейском народе и о крови, мы понимаем, что иногда мы можем услышать такую штуку, как кровавый навет. Слышали такое понятие, да? Знаете, что это? Не знаете? Я вам расскажу. Последний раз, кстати, это такая нашумевшая история о кровавом навете, была в Киеве в 1903 году. Дело Бейлиса. Был такой еврей несчастный, попал под руки, он там и его мучили. Это было мировое масштабо, дело мирового масштаба. В чем суть? Суть в том, что существовало такое вот поверье, что евреи во время христианской Пасхи воруют христианских детей и добавляют их кровь к себе в мацу. Это называется кровавый навет. Бред сильный, правда? Но я вам скажу, что убили не одну тысячу людей. Исторически, это ничего, как говорится, личного. И последняя такая история, вот она была в Киеве в 1903 году. Дело Бейлиса. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Оно нашло отклики вообще, ну, во всей мировой такой вот прессе и так далее, и так далее. И периодически сейчас проскакивают какие-то моменты такого вот плана. Хотя вот мы живем в современное время, что евреям нужна христианская кровь на Пасху. Поэтому выглядело на самом деле все примерно таким образом. Какой-нибудь мальчик потерялся, вот, или там, допустим, ну, убили его. Или человека просто убили. А перед этим он проходил мимо там, и какой-нибудь еврей косо на него посмотрел. Кто крайний? Туда. Организовывается погром, организовывается все, и так далее, и так далее. Очень-очень серьезно. И мы понимаем, что на самом деле для еврейского общества кровавый навет – это вообще, ну, бред. Если эти люди, вот подумайте, если они имеют настолько трепетное отношение к крови, к тому закону, который Бог дал, потому что не ешьте ни в коем виде, выливайте, ну, как это, как вообще кровь можно добавить в мацу на Песах? 1913-й, вот говорит Валик, да. Как кровь можно добавить в мацу? Потому что если мы читаем описание, то на Песах ты… еврейский дом человека-еврея, который вот старался исполнить заповеди, он должен был выметен от всего квасного. Что такое квасного? Это хлеб с дрождями. О какой крови вообще говорить, если тут о крошках хлебных люди переживают? Ну, то есть совершенно просто такое вот безумное вранье. Тем не менее, многие верят, и я вам скажу, что и сейчас где-то в умах оно периодически бродит. Иногда в троллейбусе, в каком-нибудь трамвае можно услышать что-нибудь такое, типа, что эти вот то-то, то-то делают с нашими детьми. Итак, мы понимаем, что отношение очень серьезное. При этом, служение Богу для еврейского народа, оно всегда сопровождалось жертвоприношениями. И иногда это были жертвоприношения, в которых участвовали животные. То есть буквально приводили ягненка, теленка, не всегда вы знали это, да? Были и хлебные жертвы, жертвы хвалы, елей, там и так далее. То есть возносили не всегда кровные жертвоприношения. Тем не менее, во время жертвоприношения крови тоже относились очень и очень внимательно. Левит 17 глава 10-14 стих. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Знакомая фраза, да? Кровь сия душу очищает. На причастие мы так говорим. «Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилева и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. «Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела». Ни из какого тела. Понимаете, да? Потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится. Итак, кровь проливалась на жертвенник, и кровь была средством искупления, средством очищения, средством приближения человека к Богу. И очень важно понимать, друзья, что жертвы, которые приносил Израиль, они не приносились, потому что, ну, так Бог захотел. Бог через жертвы дает нам возможность приблизиться к себе. Жертва – это средство, которое приближает нас к Богу. Жертва – это то, что дает нам возможность приблизиться к Богу. И суть вот этой жертвы за грех в ее крови. Кровь душу очищает. И согрешающий человек, он должен был расплатиться за свой грех жизнью этого животного. То есть происходил обмен. И Езекииля 18, 4 говорит следующее. «Ибо вот все души Мои, как душа Отца, так и душа Сына Мои, душа согрешающая, та умрет». То есть человек, который согрешал, он должен был умереть. И мы понимаем, что Новый Завет, он показывает нам тот же самый принцип. Римлянам 6, 23 говорит. «Ибо возмездие за грех – смерть». Ну, то есть результат, справедливый результат за грех – это смерть. А дальше он говорит. «А дар Божий – подарок. Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Заметьте, что здесь сказано «подарок». И подарок – это значит, что не заработная плата нам подарили. Он говорит, что по справедливости вот так должно быть, но подарок – жизнь вечная через Ишуа Мессии. И милость Божья, она превозносится над судом. И он предусмотрел возможность заместительной жертвы для человека. И кровью жертвы либо помазывали такие рога жертвенника, либо крапили на жертвенник, либо выливали эту кровь под ножью жертвенника. То есть то, как обходились. Было очень все аккуратно. То есть сам храм, он был построен таким образом, что там приносилось очень много жертв. Люди приходили. Если вы почитаете Левит, первую главу, то там написано, что если ты хочешь принести жертву какую-то, то приведи ее в храм и закали ее. То есть не священник ее закалывал, а ты сам приходил и закалывал. Священник делал там только небольшую часть всего этого процесса. То есть представьте, три раза в год весь мужское население Израиля, оно приходило в храм и приносило жертвы. И там было очень много крови. Там было все так сделано, чтобы максимально человек очень корректно относился к этому. Итак, мы говорили, кропится жертвенник, либо выливается, Левит 5, 9, 10 говорит об этом, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другой употребит во всезажение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. И прощено будет ему. И нигде мы не находим такого описания, знаете, что священник, он брал ведро с кровью, кисточку, и ходил по стану Израиля, и всех освящал. Вот очищал, и вот как-то там, знаете, как вышел с утра со свежим ведром, побрызгал направо, на Иуду, там на Исахара, побрызгал на ту сторону, на ту, вверх, вниз, под ноги. Нигде такого нет, друзья. И потому что кровь, она пользовалась строго для очищения человека. И написано, Левит 1 главы, что и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он, то есть человек благоволения во очищение грехов его. И заколит терца пред Господом, сыны же Ароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрание. То есть человек, который хотел искупить свой грех, он приводил жертву, ягненка, возлагал руки на нее, и закалывал сам. То есть таким образом, это символизировало, что вот этот ягненочек, он умер вместо него. И эта кровь, она приходила к Богу, к жертвеннику в Божье присутствие. И нам известно одно событие в жизни Израиля, когда кровью было помазано имущество израильского народа. Какое это событие? Вы помните? Исход, Песок, совершенно верно. Это был, кстати, единственный Песох во всей истории. Таких Песохов не было. И вы помните ситуацию. Народ находится в Египте, находится в рабстве, проблемы у всех, и уже столько казней прошло, уже там перекрутилось, просто ужас, весь народ, вся страна, она бурлит от событий, которые там происходили. И Бог говорит, что вот будет последняя казнь, смерть первенца, вы помните это, да? Бог говорит, что пускай каждая семья, она заколет ягненка, и кровью ягненка помажет косяки дверей. И когда ангел Божий будет проходить, то тогда вот, видя эту кровь, он оставит жить этих людей. И те, которые с верой так поступили, мы знаем, что все было хорошо, Бог сохранил, все были живы, и так далее, и так далее. Это исход 12 глава, 13 стих, говорит, и будет у вас кровь в знамениях на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Итак, это был единственный случай, когда с кровью поступали именно таким образом. И кровь в этом случае, она была знаком, друзья, которая отделяла верующих людей от неверующих людей. Послушайте, это не был какой-то магический амулет для того, чтобы, знаете, я помазал кровью косяки, и вот у меня двери не скрипят. Или там, знаете, дома крепко стоят, фундаменты у меня сильные, и так далее, и так далее. Вообще, не в этом суть была. Только для того, чтобы ангел Божий, он мог видеть людей, которые имеют веру в Бога, и людей, которые не имеют веры в Бога. И суд, и Божье, Божье наказание приходило к тем, которые не имеют не имеют этой веры. Друзья, не имущество было благословенным, а люди, которые находились в этих домах. Потому что, в конечном итоге, дома остались в Египте, и в них поселились другие люди, и когда они видели эти помазанные косяки, они говорили, здесь жили евреи, а теперь мы живем, а те ушли вместе со своим Богом, а мы здесь остались, и наша армия разрушена, и так далее, и так далее. Дома остались, имущество осталось. Мы знаем, что Израиль, когда выходил, очень много имущества оставил. Они взяли, что могли. Откуда пресные хлебы появились? Это хлеб бедствия, хлеб спешки, ничего не успели, набрали золотом, все, что могли, взяли, и все. Не сильно ты много с собой возьмешь стада, когда за тобой гонится целая армия. Итак, кровь отделяла верующих людей от неверующих. И размышляя об этом событии, мы можем ясно видеть желание Бога искупить свой народ и то, как он делает это. Целый народ находился в рабстве, и Моисей, он призывает людей к свободе. И вы знаете, что, ну, на самом деле, не все евреи, они с радостью восприняли этот призыв выхода из Египта. Если у вас есть такое понимание или картина такая в голове, то не совсем так. И написано, исход 6 глава, 6-9 стих. Бог говорит Моисею, «Скажи сынам Израилевым, я Господь и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Авраму, Исааку, Якову, и дам ее в наследие. Я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и по тяжести работ. Итак, для того, чтобы человек свершил искупление, необходима вера. Для того, чтобы человек помазал косяки своих домов, необходима вера. Необходимо, чтобы люди не просто услышали слово от Бога, но они с верой взяли ответственность за это слово и начали двигаться. И очень важно было для них поверить то, что Бог сильнее, чем фараон. Фараона они знали, но вот с Богом вот было сложнее. Бога они только учились знать. И нельзя было Моисею, например, взять и поверить за всех них. Каждый лично для себя осознавал, заколоть ли этого ягненка или не заколоть, помазать ли косяки своих дверей или не помазать. И более того, когда даже ты помазал эти косяки, даже когда ты увидел чудо, тебе надо было собираться и выходить, и идти через море, идти через пустыню, и в любой момент ты мог вернуться. В любой момент они могли просто... Ну, человек какой-нибудь посмотрел и сказал, слушайте, это какая-то глупость, я возвращаюсь. И мог бы вернуться, деньги были, там бы вернулся, где-то поселился, там бы пережил, как-то там и так далее. Поэтому наша вера, она очень часто, она должна быть подтверждена нашими поступками. Друзья, слыша от Бога о каких-то вещах, мы должны принимать их в свою жизнь и стараться делать, стараться делать. Итак, мы разобрались с основными понятиями крови, то есть кровь, в крови находится душа живая, Бог говорит, нельзя кушать и быть очень внимательными нужно. И кровь сама по себе, она не использовалась для того, чтобы, знаете, вот если меня покропят кровью жертвы, например, в храме в Иерусалиме, то я буду богатым и успешным человеком. Мы нигде не видим в Писании, чтобы жертва приносилась для того, чтобы сделать кого-то богатым. Вот нет такой жертвы. Это противоречит самой идее жертвы, потому что жертва это то, что нас приближает к Богу, друзья. И если мы жертвуем что-то сюда, то мы жертвуем это не потому, что я хочу откат, но это показывает, что у нас есть с Богом взаимоотношения. Это жертва благодарения, друзья. Я жертвуя, я хочу приблизиться к Богу. Мы понимаем, что если я не жертвую, то скорее всего для меня это не важно, я не хочу приближаться. Ну, логично, да? То есть, если я имею проблему со своим сердцем, и я хочу, чтобы Бог простил мне мой грех, я беру ягненка и иду в храм в то время. А если меня сердце не волнует, ничего там не скребется, знаете, как бы совсем совестью договорено, то я никого не беру, никуда не несу и ничего не происходит. То есть, жертва это средство, которое приближает нас к Богу. И это то, что мы говорим о жертвах с точки зрения Синайского Завета, но принцип остается тот же, когда мы говорим о Брит Хадаша, говорим о Новом Завете. Итак, мы подходим к такому понятию, как жертва Иисуса или жертва Ишуа, жертва, которая была принесена за нас в Новом Завете, в период Нового Завета, сила которой действует для нас сегодня. Об этом много сказано, об этом много учат, и когда мы говорим о наших молитвах, мы понимаем, что очень часто мы говорим о жертве Ишуа, мы говорим о крови Ишуа, да, мы поем песни, кровь Христа, омыла меня от всякого греха, и так далее, и так далее. Это совершенно правильно. Кровь Христа, когда мы с верой приходим к Нему, она омывает нас от всякого греха. Для тех, кто с верой хочет приблизиться к Богу, эта жертва доступна. Эта жертва доступна. То есть, когда человек, он хочет приблизиться к Богу, он понимает, что в его сердце есть какие-то проблемы вообще с Богом, с совестью, ну вот его, знаете, он говорит, Боже, нет у меня козленка, нет у меня теленка, я не приношу это, но я прихожу и говорю, послушай, прости меня, пожалуйста, и посмотри, пожалуйста, вот на Иисуса, на Ишо, он моя жертва. И Бог говорит, я защитываю его смерть вместо твоей смерти, ты можешь жить, потому что он раньше умер за тебя. В этом уникальность жертвы Ишо, она принесена один раз и действует в тысячах, в миллионах людей в разные времена. И 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих говорит следующее, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца. Наше искупление пришло через Христа как непорочного чистого акца. Мы получили его праведность. И у нас еще путь духовного роста есть перед нами, путь святости, возрастания в святости, но благодаря его крови он сделал нас праведными людьми. Вы знаете, да, что такое праведность? Те, кто ходил на занятия, праведность? Это правильное отношение относительно Бога, а святость? Это тот духовный рост, которым мы растем, приближаясь к нему. Это осознанный выбор, который мы делаем сами, и никто не может его сделать за нас. Итак, Евреям 10 глава 22-23 стихи говорит, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести краплением, да, очистив что? Сердца от порочной совести. Совесть была порочной, но ее почистили, потому что кровь жертвы, она попала, покрапили, да, а мы в тело водою чистою будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Аминь. Итак, в свете вышеизложенного мы можем увидеть вообще идею крови, вообще ту мысль, которую Бог вкладывал, когда говорил о крови в Писании, как в Новом Завете, так и во времена Синайского Завета. Теперь же, когда мы говорим о наших молитвах, мы можем иногда слышать такую вещь, «О Господь, во имя Иисуса Христа, я призываю кровь Христа на эти колонки, на эти ящики, на эти стены, на эту землю, я призываю кровь Христа на вот эту одежду, на эту машину, на стиральную машину, на утюг, чтобы он работал». О чем мы молимся, скажите, друзья? О защите крови. То есть, кровь – это такой лихой, очень мощный амулет. Вот вы знаете, вот если он у вас есть в кармане, будет вам фарт, будет вам удача, будет, короче, Бог именно с вами, именно вот, вот именно, знаете, вот телефон, вот помазать его кровью Христа, знаете, можно деньги не ложить, будет звонить во все стороны, во все страны и так далее. Друзья, одновременно причем, даже, знаете, на все симки, на все это дальше. Где мы можем увидеть это в Писании? Ну, реально. Я понимаю, что я сейчас выступил против такой стройной доктрины, которую поддерживают очень много, поэтому я с нее не начал, а начал с Писания. Друзья, где видно, чтобы кто-то призывал кровь любой жертвы на какое-то имущество, и чтобы именно эта кровь становилась каким-то залогом или иммунитетом. Абсолютно нет. Бог имеет дело не с вещами, а с людьми. Все с Песоха и началось, да? А что Песох? Песох вывел, да, но спас людей. Помазали косяки, но спасали людей. Имущество, и Бог являл чудеса, но не из-за того, что он говорит, что послушай, ты 40 лет был в пустыне, я тебя кормил, ноги не болели, одежда не рвалась, все было хорошо. Это что, благодаря тому, что там Песох, не суть была в крови помазанной, друзья, суть была в вере людей, которые это делали, суть была в вере тех, кто шел по этой пустыне. И когда мы принимаем свою жизнь, силу искупительной жертвы Ишуа, Иисуса, как нашего Спасителя, тогда наша жизнь меняется, законы Божьего благословения, они включаются в нашу жизнь. И мы благословены, потому что мы следуем за Господом, друзья, наши дома благословены, потому что Бог их благословляет. Но не дома помазаны кровью Христа, наши души, наше сердце помазано кровью Христа. И Бог, как детей нас, Он говорит, послушайте, это мои дети, но почему я не буду их благословлять? они мои, они мои, я их простил, я их принял, я люблю их, я их благословляю. И поэтому это один из таких моментов, друзья. Я знаю, что есть еще целый ряд вот таких вот каких-то доктрин, которые пришли в нашу жизнь, и они оторваны от еврейского взгляда вообще на вещи, от Божьего взгляда на суть процесса. Это вопросы, связанные с молитвой, вопросы, связанные с пожертвованием, вот то, что сегодня говорилось. Если я дам, ну, как бы, там 10 рублей, то в 30 раз мне Бог такой процент даст и в 30 раз умножит мне все. Если там 60, если я больше дам, чем если 11, то в 60, если 12 рублей, то в 100. Ну, послушайте, это такие вроде бы стройные, но не библейские учения. Бог имеет взаимоотношения с нашим сердцем, остальное прилагается. Что такое прилагается? Помните, в советское время были такие талончики, по которым получали пайки, если повезет. И ты шел туда ради колбасы, а тебе прилагалась еще морская капуста и горошек, который тебе не нужен был. Нагрузка, да, так называемый. В лучшем случае горошек. И ты брал его, и ты понимал, что ты мог его сразу выкинуть, оно прилагается, но шел ты ради колбасы. Когда мы приходим к Богу, Бог дает нам спасение, это основная идея. Жертвы. жертва это средство приближения меня к Богу. Остальное приложится. Писание говорит, вы ищите царство, остальное приложится. Приложится. Ищите близости с Богом, ищите вот сути. Ты в храм зачем пришел? Никто из евреев не приходил в храм, чтобы быть финансово вот именно богатым. потому что, знаете, если бы это было возможно, весь мир бы шел туда. Понимаете, да, сейчас вот ты посмотришь, 100% заработок, гарантия успеха, там эти объявления совершенно глупые, безумные, да, ты только за 5 минут ты там 500 долларов заработаешь, ой-ой-ой-ой-ой-ой, только вот кликни на вот эту кнопочку, и все начнется в твоей жизни, именно при успевании. Мы так вот как-то к Богу иногда относимся. Вот именно вот сказал во имя крови Иисуса, что это такое? Во имя крови Иисуса. Это что за имя такое кровь Иисуса? Ну, это, ну как, как это где-то в... Слова правильные, я согласен, но в неправильном порядке стоят и не к месту. Друзья, Бог хочет благословить нас, и я верю, что Он благословляет в соответствии со своим планом, понимая, что есть добро для нас, что есть зло, что нас может погубить, а что может нас построить. Потому что вы знаете, что не все нам ко благу, не всякое богатство нам ко благу. Есть богатства, с которыми лучше нам не встречаться. И Бог, как мудрый Папа, Он понимает. Это так как... Наши дети бы ели конфеты немерено, но мудрый Папа, Он понимает, что нельзя. Нужно, чтобы баланс был в жизни всего. И мы не приходим к Богу ради обогащения, мы приходим ради взаимоотношений. И все остальное, оно приходит в нашу жизнь, как результат Его любви, как результат Его заботы о нас. Потому что, ну, мы видим, что Он благословляет верующих людей. И эта благодать благословляющая, она многоразлична. Многоразлична. И это может быть и исцеление, это может быть и финансы, или решение каких-то обстоятельств. Но я вам скажу так, что если все это иметь, но не иметь близости с Богом, оно все теряет смысл. Если жертва нужна для того, чтобы быть богатым, то это какая-то странная жертва. Жертва нужна для того, чтобы приблизиться. к Богу. Об этом говорят все жертвы, которые мы видим в Библии. Та же жертва благодарения. Что такое благодарение? Ты показываешь свое отношение к Богу. Представьте, если, предположим, вы пришли домой, дали своим детям шоколадку купили, да? И вы смотрите картину. Они же грамотные дети, наученные. Они идут в комнату, берут линейку, отмеряют, под шоколадки, ровно десятую часть, аккуратненько, ножичком отпилиют ее и приносят папе. я бы реально задумался о своей старости. Понимаете, да? Это значит, что у меня нет с ними правильных отношений. И другое ли дело, когда наши дети говорят, послушай, ты мне дал, забери. иногда наши дети так делают. Вот, допустим, мы им даем какие-то сладости, они начинают делиться. Ну, обычно всем по этому, но, допустим, есть сладости, которые кто-то из нас любит больше. Да, вот кто-то есть чернослив, а кто-то не ест, например. Мы разделили чернослив на всех. И все знают, например, что я люблю чернослив, да? И дети без проблем, они говорят, слушай, забери больше. Не просто там каждому по одной штучке или там по две штучки, по три штучки. Возьми все. Возьми все. И я понимаю, слава Богу, у меня есть будущее. Не просто стакан воды мне подадут в старости, еще и черносливом будет. И если мы Богу отсыпаем десятину, если мы начинаем вот это вот, знаешь, такое вот, типа, ты мне, ты ж обещал, я ж призвал, и оно ж там помыто, все обрызгано, это все в крови, все в крови в моем доме, знаете, я все в крови Иисуса. Предсовершенный. Послушайте, не по Писанию это, не по Писанию, это просто наше такое вот желание чего-то, обогатиться, решить все вопросы и так далее. Послушайте, ищите царство, ищите царя, ищите отца, а все остальное, поверьте мне, если меня дети кормят черносливом, я позабочусь о том, чтобы все, что им нужно, велосипед и все остальные вещи, приложились к их жизни. Если я вижу их отношения, они получат больше от меня, потому что я обладаю большим ресурсом, чем они. Все, что имеют наши дети, оно пришло от нас, от родителей. И если их сердце открыто делится, если они не жаденны, если они внутри себя не какие-то такие вот забитые, и там знаете, вот эти вот ходы, вот эти вот такие системы, они рушат отношения, они извращают отношения. Друзья, смотрите на себя, как на Божьего сына, на Божью дочку, смотрите себя в простоте. Это значит, что вы можете делать ошибки. Слышите, да? У вас есть право делать ошибки, потому что вы дети. Бог не ожидает от вас, что вы сразу станете всеми, вот во всех моментах, знаете все. Он понимает, что каждый растет по-своему. Он понимает, что у каждого была своя история в жизни, свои стрессы, свои какие-то падения и так далее, и так далее. Бог говорит, послушай, ну да, такое было, но я продолжаю тебя любить, я продолжаю участвовать в твоей жизни. Не получалось, ну значит будем разбираться, что бы получалось. Вот ты не смог, ну значит будем учиться по-другому. Друзья, я верю, что мы должны открывать свои глаза и начинать исследовать Писание не с той точки зрения, как бы нам хотелось, а с той точки зрения, как оно есть. Как оно есть. Просто, если тема жертв для вас непонятная, начните читать книгу Левит, обычно мы ее быстро пропускаем, потому что какой-то набор каких-то там, и возьми часть ту, возьми туда, а поскольку он то, а потом то, а вот вылей, перелей, и эта часть, ну короче, ты думаешь, это было все в прошлом. И так мы пропускаем основной принцип понятия жертвы. А принцип очень простой. «Жертва – это средство, приближающее меня к Богу». Если вы таким образом будете руководствоваться, вот я жертвую, подумай, приближает это тебя к Богу или нет. Не всегда даяние – это жертва. Знаете это, да? Потому что жертва, она всегда что-то стоит тому, кто дарит. Жертва всегда что-то стоит. И здесь тоже нужна мудрость, здесь тоже нужен правильный подход в этих вопросах, и тоже нужен баланс, потому что жертвы, они не были безграничными, они были урегулированы Бога. Ты не мог принести наперед, ты не мог купить Бога жертвами. Бог говорит, все мое, земля моя, все животные, которые живут. Ну, если бы я был голодный, я бы тебя попросил, чтобы ты мне кушать готовил? Говорит, нет, мне не в этом суть. Мне нужен ты. Мне нужен ты. И я хочу обратиться к тем, кто сегодня здесь. Возможно, вы никогда не знали об этом. И возможно, Бог для вас был кем-то таким грозным или недоступным. Я хочу вам сказать, что у вас есть возможность иметь хорошие и правильные отношения с Богом. Вы можете в своей жизни примириться с Богом так, что Он скажет, послушай, будешь мне сыном, будешь мне дочкой. Как это происходит? Очень несложно. Жертвы было приносить несложно. В том числе, технически. Тебе нужно просто с верой. Что такое вера? Я верю, что Бог реален. Я верю, что можно обидеть Его, можно иметь плохие с Ним отношения. Тебе нужно с верой прийти к Нему и помолиться, поговорить с Ним об этом. Молитва – это разговор. Ты так, знаете, простыми терминами объясняю глубокие вещи. Молитва – это разговор. Тебе надо поговорить с Богом и сказать, Бог, я раньше в своей жизни поступал неправильно. Я грешил. Я не делал так, как ты хотел бы, чтобы я поступал. Прости меня, пожалуйста. Я этого не достоин, но я верю, что жертва твоего Сына Иисуса, она стала за меня как бы ответом. Он ответил за мои грехи. Прости меня ради Него. Если вы проговорите эти слова просто, с верой, в сердце, Бог говорит о том, что в этот момент сердце человека преображается. Человек такой становится Божьим ребенком. В его жизни начинают действовать другие Богом установленные законы. законы, которые направлены на добро для такого человека. Наказание, которое ожидалось, оно отменяется. Бог говорит, вместо наказания я даю благословение. Я благословляю тебя. Аминь. Давайте мы сейчас, друзья, с вами помолимся вместе. Встанем на наши ноги и помолимся о том, чтобы нам иметь открытое сердце. чтобы нам просто с открытыми глазами вот, знаете, смотреть на Бога и не бояться Его. Аминь. Боже, мы очень благодарны Тебе, что Ты придумал для нас такой путь, путь жертвы, что через жертву мы можем приблизиться к Тебе. Это было бы ужасно, Господи, если бы это было невозможно. Боже, мы благодарим Тебя, что через жертву Иисуса, Ишуа, мы искуплены от этой жизни, которая полна греха. И косяки нашего сердца помазаны Твоей кровью, а не наши телефоны и все остальное, Боже. Все остальное Ты просто благословляешь. Ты просто высвобождаешь свою милость и заботишься об этом. Но на самом деле Тебе нужны мы. Потому что все остальное принадлежит Тебе. Все золото, все серебро, все имущество, оно Твое. И Ты его, как Отец, кому считаешь нужным, даешь, благословляя. Святой Израилю, спасибо Тебе за это благословение. Я молюсь о том, чтобы Ты, Бог, обратил Твое лицо на каждого человека, кто здесь. Мы нуждаемся в Тебе. Не в формальных взаимоотношениях мы нуждаемся в глубине, Господь, как дети. Мы не хотим отмеривать Тебе какие-то только десятины и иметь с Тобой такие вот законнически справедливые отношения. Потому что по справедливости, Господь, мы не достойны ничего, кроме смерти. Это было бы справедливо. А по милости, Господь, Ты дал нам благодать называться и быть Твоими детьми. И, честно, Господи, это намного важнее и ценнее, чем телефон, который звонит во все страны, чем машина, которая не ломается, Господь. Боже, дай нам лучше, Боже, находиться в Твоих дворах, находиться в Твоем присутствии, находиться в земле обетованной, а не в каких-то домах в Египте, Господь. Дай нам милости, Господь, прилипляться к Тебе всем сердцем. Помоги нам, Боже, перестраивать себя, как-то, Боже, открываться для действия Твоего, открываться, Господь, для руки Твоей, для Твоего внимательного отцовского взгляда, Боже. Во имя Ишуа Мессии.